13-летнего подростка из Луганска 14-летний Денис не догадывался, что в этот день в больничной палате видит маму в последний раз в жизни. Она привезла в больницу, меня. Потом она спросила у врача, можно я там до завтрашнего утра в общежитие сходить. И врач отпустила, а меня нет. Потом я позвонила маме в последний раз. В ночь на 2 апреля на Днепровской набережной маму Дениса сбила машина. Врачи скорой помощи женщину не спасли. В Луганске у Инны остался еще один сын, ему 2 года. Как луганчанка оказалась ночью на проезжей части, милиции еще предстоит узнать. Ведется следствие. Произошедшее стало шоком для медиков. Оперировать ребенка без опекуна они не имеют права. Но мама успела подписать согласие на хирургическое вмешательство. Сам случай, конечно, экстраординарный. И нас несколько выбил из колей, потому что это действительно горе и переживают абсолютно все. Но вопрос принципа и для центра, и для нашего директора взять было на полное обеспечение. То есть все, что необходимо, мы достали и операцию провели своими силами. Операция прошла успешно. Сегодня мальчика перевезли из реанимации. Из Луганска к нему приехала бабушка. Отца у Дениса нет. Дочка позвонила, сказала, мама, все будет хорошо, а вот долго мы не будем. Она мне звонила, что туда-сюда, и мы приедем обратно уже. Ну вот приехали мы сюда спасать ребенка. Спасали ребенка, потеряли мать. Людмила Семеновна, инвалид третьей группы социальных выплат, не получает уже более полугода. Но, несмотря ни на что, опеку над Денисом и его двухлетним братом бабушка намерена оформить на себя. Как я оставлю их? Ну, это нет, такого разговора нет. Пока я живая, будут со мной. Правда, как это сделать, женщина пока плохо представляет. Помочь Людмиле Семеновне подготовить необходимые для оформления опекунства документы готов гуманитарный штаб Рината Ахметова. Штаб Рината Ахметова поможет бабусе с оформлением опеки на двумя детьми, а также готова допомогать на послеоперационное и реабилитационное ликование хлопчика. Через неделю мальчик с бабушкой отправятся домой. Денис, который и сам инвалид с рождения, говорит, не время отчаиваться. Ему еще нужно воспитать младшего брата. Владимир Конопля, Юлия Авдеенко, События, канал Украина.